привет ребятушки привет привет у меня у меня сегодня теха нас разгружает машина качается супчик ребра брокколи вареная подсоленная яички листики салатика вот и хочу хочу начу хочу на чё на чё хочу вот так хочу великолепный ездит кружечка брокколи ножки обожаю короче хотела с вами сегодня знаете о чем поговорить ну как вы поняли из названия о скандале шнурова собчак на самом деле не такой уж это скандал шнурова собчак потому что у него последнее время он как-то умудрился обосрать большую часть своих друзей я посмотрела последнее время скандалы значит он там сказал что российский рок занимательная вещь спрашивает но хорошо а кому в российском роке кто был до там восьмидесятых ну например как вы относитесь к аллегровой до к творчеству аллегровой он сказал что фееричная уйня ну как бы она тетенька умная отвечать она не станет он обосрал валерию с пригожиным да пригожин заикнулся о том что пандемию ну вот с девятнадцатого года да с девятнадцатого когда пандемия началась или двадцатом двадцатом наверное да ну типа что очень многие актеры на ну не на грани пускай бедности да но в тяжелом положении показывали как татьяна буланова в обморок падала я не знаю я в это верю лично вы поймите вы зря думаете что они все миллиардеры это не так вот та же буланова да почему у нее была истерика она купила взяла в ипотеку две огромнейших квартиры себе по моему сыну да не каждый из нас позволит себе такие квартиры но она думала что все будет как было и что она сможет работать и оплачивать эту квартиру представьте и тебе запрещают работать вы скажете пусть идет на стройку на стройке на таких бабок не заработает чтобы оплачивать эти квартиры понимаете люди очень многие попали вы поверьте мне я знаю одного есть парень один он модель он был моделью гуччи о versace русский парень москве живет если вы видели как ком бомжатники он живет во первых все бабки он тратит на крутую одежду вот просто голая квартира у которого в которой там на стенах крючки ну то есть я что хочу сказать если человека видите на подиуме или где-то еще это не значит что он очень богатым богатый у них часто долгов вам таких даже не снилось но это ладно я сейчас не об этом то есть пригожин заикнулся о том что как бы тяжело всем пандемии было тяжело всем давайте так давайте по-честному шнуров над этим посмеялся предложил выслать пригожину сосисок из пятерочки обожрал валерию как-то там хотя прошло немножко времени и он будучи депутатом уже какое-то время сейчас же не депутат да это короче а предложил чтобы он помощи российским актером во время пандемии окей дальше-ка он там еще обосрал ну я молчу про то как он обосрал некультурную москву у него есть клип не хочу быть москвичом по моему я сама его смотрела на которую потом ответил слепаков типа братан ты чё ты же друг ты же это ну как бы нам конечно нам приезжим и вообще москвичам тяжело конечно давать до вас интеллектуальных питерцев которые знают только эрмитаж с пьяных глаж понимаете вот то есть кулюторный кулюторный шнуров вдруг резко запел о том что в москве это посадить нехер и кирпич на красной площади он целовать не будет потому что люди некультурные москве но не культурные это да а в питере да да лишь дай мне немножечко хоть войти в тему ладно чтобы ну чтобы хоть до середины не было пустой тарелки ну и по поводу скандала скандала собчак кто не знает изначально откуда все взялось собчак всегда дружила со шнуровым собчак часто снималась в его клипах часто была на его концертах они дружили и она и соответственно она дружила с его женой матильдой не знаю кто кого бросил но они расстались и собчак стала на сторону подруги матильды с тех пор началась война ну и он спел песню а собчак клип называется шмарафон посмотрите кстати мне очень нравится эта певица зоя которая поется шнуровым если бы она такие мерзости не пела боже какой у нее красивый голос какой тембр так а так девка поет вообще ну и эта девка поет значит великие стихи шнурова а значит отдельно а собчак до виторгана собчак встречалась с таким политиком как капков капков это правая рука господи челси чей клуб виторгана абрамовича абрамовича вот и она какое-то время с ним встречалась потом они расстались и в песне звучат такие слова сынок сын похож на капкова а нянчит виторган самое главное что они все друзья они все были друзьями и виторган и все мне очень понравилось как на это ответил виторган без ругни без матов без криков просто узнаете человек который вот сегодня утром проснулся увидел эту херню и просто мало то что он молодец что он не обсирает саму собчак виторган до бывшую жену которая ушла изменила ему да с кем там как он богомолов вот так он еще говорит серёжа шнуров ты чего ты шучишь по поводу моего пятилетнего сына серёж ты же ты же наш друг был ты же умоле ты ты же радовался когда тебя бесплатно приглашали на концерты на какие-то праздники собчак потому что там были потенциальные клиенты на твою продукцию ты чё делаешь серёж давай наверно как-то стареть стареть прилично я тебя горит разных видел обличиях видах состояниях но это ты как-то это и мне очень понравилось как он ответил вот мужик вот прям я смотрела программа от арика и он мол если бы виторган был чеченом или грузином типа хана ему было бы не если честно во первых недавно смотрела господи все фамилии забываю смотрела блогера одного забыла ее и ее наталья я сейчас напишу здесь видео напишу смотрела ее видео видео и она считает что это мулька ну что это пиар общий пиар ну типа они дружат они просто друг друга вот такой кипиш подняли и все но собчак на это конечно ответила тоже она его там назвала то ли стареющим ампотентом что типа серёжа тебе надо обратно с кефира переходить на те жидкости которые делали из тебя того серёжу которые которого мы обожали который писал песни которые все обожали а серёженко сейчас шнуров тетю женился на богатой тетки миллионерша девки тетки не знаю какого там она возрастно вот для чего он всех обсирает для меня загадка если это общий пиар я никогда не поверю что собчачка дала бы под сно своего ребенка под вот такие вещи а тарик ну тот сегодня говорит о том что этот шнуров всегда был бездарностью и 20 лет назад но при этом завтра можно увидеть как они целуются на комнате концерте то есть а тарик он такой еще еще тот шоумен ну там песни понятно и клячей называют зоя это поет и он значит а как он там отзывается а собчак вроде как а собчак и богомолове этот шнуров типа якобы дворяне якобы белая кровь голубая кровь голубая кровь можно я свое видео как-то можно если хочешь по голову про голубые кости разговаривать и заведи канал и беседы про голубые кости ладно мость белая кровь голубая можно ну это все ты расскажешь на своем канале хорошо а вот ну и значит он типа дворяне типа интеллигенция типа понимают народ а сижу и думаю а ты козлина чуть сильно понимаешь народ что ты понимаешь у тебя во рту зубы стоят 250 тысяч долларов ты давным-давно живешь в шикарном доме да то есть я очень сомневаюсь не я верю в то что в пьяном угаре когда-то шнур мог выйти и посрать в одну кучу с бомжом на улице я в это могу поверить но это далеко не народ такой шнуров и слава богу что такие шнуровы не есть не не надо ставить знак равно между вот таким шнуровым и нашим народом не очень понравилось как ответил пригод как отреагировал пригожин на этот скандал именно собчак не на скандал с этой с валерией а на скандал собчак он не принял ни одну сторону и сторон он сказал а а а шнур то как сказал я эту песню сочинил стиле собчак пусть она увидит как она унижает людей и пригожин на это ответил господи что за времена пошли когда люди могут так запросто на глазах у всех кидать друг друга говно все вокруг молчат и просто на это смотрят всем воняет и все молчат но ведь он прав если вы хотите покидать друг друга говно почему мы должны на это смотреть я не считаю что шнуров это народ это не народ это отребье и он считает себя рокером вы посмотрите хотя бы его музыку его клипы там на лабутенах лабутены да там про девку эту которая на свадьбу ехала про этот питер да питер и говно как то да это тоже кстати говоря беглов он кто губернатор по моему да там ленинградской области вот он против войну него войну начал и начинает снимать клипы где обсирает этого беглова то ли в политику он лезет я не понимаю к чему это все но неважно и что хочу сказать забыла что я хотела сказать а и музыка все это и берут интервью у корреспондентов корреспондентов господи чё молчите у музыкальных критиков мне вот интересно чё соседов музыкальный критик молчит вонючка взял бы и стал бы на чью-нибудь сторону а там ни один ни второй не пугачёва молчать не станет так припечатает эту голубую кровь ну короче у нормальных профессиональных критиков музыкальных взяли значит как бы отчет о работе шнура и каждый как под копирку говорит это не рок это популярная музыка попса шнур это попса это давно не рок что такое рок рок это оппозиция рог всегда был как бы оппозиции закону государству каким-то событием до стране шнур это давно не оппозиция шнур это попса и он стоит и обсирает аллегров но в этом смысле ли он прекрасно знает ними аллегрова в жизни и запачкается чтобы ответить этому вонючке я еще раз хочу сказать я не на стороне собчак то еще хлеще зачем вы ребенка трогаете зачем витарган прав и пригожен прав почему вы решили покидаться говном а я должен это мимо проходя нюхать почему и чтобы поднять свою репутацию брать и обсирать уважаемых я не знаю ребята кто может сказать что-то плохое концертах аллегровой девочки кто-нибудь был на концерте аллегровой я вообще ничего круче не видела это настолько профессиональный человек и это херня которая ссалась на сценах и это херня будет нам рассказывать какое говно аллегрова а уйня уйня он сказал с буквой х первой и мне понравилось как у салтыкова берут интервью да а салтыков же начинал с ней в электро клубе помните и он говорит не надо трогать и ручку ну не надо трогать и ручку а что я могу сказать про группу ленинград тексты и музыка группы ленинград могу ответить его же абсолютно слоган говно и уйня что делать этот человек я не понимаю это что целенаправленно настраивает причем всех кого он обтирает и прям показывают фотографии он со всеми дружил именно дружил я не понимаю собчак не народ а ты народ да вы один другого стоите может действительно это такой пиар чернющий причернющий я не знаю забыла это девка женщина блогер наталья соседова хочу сказать наталья не очень я не знаю она тоже такая немножко фриковатая это блогер я никогда не смотрела а тут что-то глянула знаете у нее не очень нравится как она рассуждает как-то без выпендрежа знаете ну как будто реально сидишь не за столом я так посмотрела старые видео иногда она ну бывает странная наталья наташа соседова наташа да вы ее знаете все вот ну как бы не знаю вот тут недавно посмотрела два ее видео про судакову скривенко даже вроде бы не положительный то есть она не на их стороне да так скажем не на ее стороне а вроде нет ощущения как будто она обкакивает знаете просто рассуждать да а что вы думаете вообще об этом скандале господи я вся жирная да Буду в Омарке Куплю клетчатку, буду печь хлеб Будем есть гамбургеры Из булочек с клетчаткой Так что скандал, конечно, некрасивый Дитё, при чём здесь дитё? Я верю, что такую же гадость может вполне Собчак сделать Верю Но если для тебя, Собчак, это низость и грязь Ты зачем так же делаешь? Я хочу показать, какая она Ну давайте людей сжигать Чтобы фашисты увидели, какие они Как на программе «Голос» Тоже с Бастой всё время С Васей дружил же всегда Как он там залупился на программе «Голос» Против Басты Он говорит, где тот Серёжа, с которым мы дружили? Где? Как это Зоя не боится такие газы степить, что я ей ноги повыдираю? Не интересно, а она так же думает? Вот все гадости Мерзости, которые она поёт Интересно, что у неё в голове Не пришёл адрес, ничего? Да, я только что прислала Всё, ребята, обожралась, капец Пять часов вечера Первый раз ели сегодня А, не, я персик съела Я персик кушала ещё И яйцо Ну вот сейчас надо будет всё равно заставить тебя что-то похлебать В семь часов Чтобы потом уже не хотелось кушать Всё, пока-пока, ребят Вы скажите, пожалуйста, своё мнение Что вы об этом думаете? Если это мнение противоположное моему Вы вполне имеете на это право Вы просто Обоснуйте Хорошо? Всё, люблю вас крепко, ваша репка Поехали За следующим грузом Едем в Техас Из Нью-Джерси Везём почту Почта!